Итак, мы продолжаем делиться с вами возможностями наших замечательных ферри гелей и очередной наш мастер-класс посвящен жидким камням то есть образец сегодняшнего мастер-класса вот он, вот он с зелеными камушками начнем типсы я подготовила, зашлифовала нарисовала черным ферри гелем френч, чтобы время сократить чтобы не занимать ни ваше, ни наше, так сказать 30 секунд он просох в лет лампе просыхает 30 секунд в холодных катодах и 1 минуту в ультрафиолетовой лампе далее, следующий этап открываем скульптурный ферри гель о котором я говорила в прошлый раз опять мы его используем не по назначению перекрываем всю площадь надо взять хорошую капельку, чтобы ее растянуть равноверно по поверхности перекрываем всю площадь как лаком, тоненько растягиваем пару секунд даем ему выпрямиться, выровняться помещаем в лампу на 30 секунд 30 секунд лет лампа 30 секунд холодные катоды и 1 минуту ультрафиолетовая лампа этот же гель сегодня мы использовать будем для жидких камней то есть для жидких камней должен быть гель пластичным эластичным, растворимым если вы возьмете обычный моделирующий прозрачный гель то камень скорее всего просто-напросто слетит с поверхности и оставит дырку за собой очень большую можно взять финиш покрытия густое смешивать мы будем для камешка гель с пигментом можно использовать цветной гель можно использовать гель с блестками на витражной основе можно использовать микроглиттер то есть все что вашей душе угодно поверхность просохла снимаем липкость шлифуем повторюсь еще раз шлифуем для того чтобы рисунок у нас не растекался кисточкой работать тонкой проще по такой поверхности перекрыли мы скульптурой фон для того чтобы фольга не перевелась не так как нужно она переведется на фон поэтому мы перекрыли скульптурным гелью далее наша палитра черный фейри гель сейчас мы создадим эффект состаренного металла золото серебро там без разницы имеется может быть небольшую капельку черного геля на палитру берем спонжик для дизайна режем его на две части скручиваем спонжик вот так не очень плотно чтобы он пружинил набиваем по палитре забиваем кончик гелем оставляем до улыбки где-то расстояние где-то в миллиметров восемь все зависит от площади с которой вы работаете и помещаем на 30 секунд в лет лампу 30 секунд холодные катоды на одну минуту в ультрафиолетовую лампу для того чтобы перевести фольгу отбираем фольгу я выбрала золото желтое будет очень красиво на черном фоне выглядит в принципе с черным можно использовать любую фольгу у нас будет вот такой вот образец здесь еще не законченный вариант это заготовка так сказать просох здесь сырость можно не проверяется очень тоненько нанесен гель спонжиком он сто процентов просох прижимаем фольгу матовой стороной крепко и держу что сама не свалилась поверхностная рабочая так фольгу перевели получается видно нет как напыление такое золотое далее берем тонкую кисть черный гель опять же нам нужно сейчас нарисовать каркас под камни здесь три кольца я нарисую одно кольцо чтобы времени у нас много не ушло ту ролик получится очень длинным колечко рисую по центру можно не бояться толщины каркасик должен быть таким ярким если даже будет жирненько ничего страшного нужно не кольцо можно квадратик нарисовать здесь уже по желанию клиенты так сказать можно вообще ничем не украшать оставить просто такого с фольгой на кончике перекрыть финиш покрытием это очень интересно тоже такой экспресс вариант внешняя сторона кольца должна быть по возможности ровной внутренней неважно у нас там быть внутри гель теперь здесь можно сделать следующее можно по улыбке прорисовать линию тонкую можно поставить точки датсон мы сделаем так с другой стороны типс переворачивать нежелательно руки клиента вывернуть так не сможете на что вам было видно я ее прокручиваю под цвет попадала вся вторая полоска теперь колечко добавляем еще по полосочке сюда одну линию сюда одну линию так сейчас все помещаем в лампу на 30 секунд в лет лампу 30 секунд холодные катоды минут ультрафиолетовая лампа если рисунок под дизайн получился толстоватым то есть вы понимаете что размер толщина линии большая можно увеличить время полимеризация еще на 10 секунд чтобы не раздавить полоску пальцем когда вы будете приводить фольгу на наличие сырости я уже в предыдущем ролике показывала как проверять сейчас покажу еще раз надо мне палитру подготовить под камень тогда стали проверяем металлическим инструментом продавливаем дорожку нигде вроде не проваливается вот немножко здесь сбоку и даже этой стороной поверну в лампе еще подержу секунд и даже 5 достаточно если пересохнет гель фольга не переведется беру эту золотую фольгу прижимаем ее к рисунку матовой стороной получилась такая пряжка на пряжку похоже теперь колечко в этой пряжке заодно вот эту мы сейчас заполним камнями открывая пигмент перламутровый голубой он не очень плотный очень красивый дает перламутровый эффект лопаточкой набираю небольшое количество пигмента даже много в сторону его подвинуть теперь можно добавить мелких блёсточек каких-нибудь беленьких например либо голубеньких будет очень красиво беру скульптурный гель который мы перекрывали френч капельку на палитру рядом у него хорошая вязкость для камней годится жидкими очень неудобно делать камешки тонкой кистью аккуратненько смешиваю пигмент и гель до однородной консистенции хотите блеска добавьте блесток либо гель с блестками какой-нибудь красивый перламутровый можно добавить гель если у вас нет пигмента например вот получился такой жемчужный красивый голубой гель набираю на кисть прям чтоб капелька на кончике болталась закручивающими движениями выкладываю камешек наше кольцо он очень хорошо просохнет быстренько все это в лампу потому что на основе прозрачного пока он сохнет этот заполнил а сюда можно добавить каких-нибудь блесток вот он замечательный синий гель на витражной основе с блестками также рядышком на палитру тоже густой его даже можно как не смешивать ни с чем а просто выложить вот так вот в кругляшочек и ни с чем не смешивать мы сделаем перламутровый блестящий камень смешали взяли если у вас камней много на площади можно и гель не очень густой можно фиксировать секунд по 5 лампе если сразу все камешки выложить это возможно за границей дозволенного ваш камень убежит выкладываем закручиваем 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 второй камешек третий камешек придавливать нужно еще немножко чтобы так перевернем чтобы вытянулся помещаем в лампу 30 секунд этот просох его можно скромненький получился но ничего перекрываем финиш покрытием можно просто прозрачку использовать не смешивая ее ни с чем но для этого чтобы получить какой-то интересный эффект кольцо нужно полностью заполнить гелем то есть нарисовать шарик кругляшок у вас вольга отпечатывается вы заполняете этот участок прозрачкой и получается объемный зеркальный камень может каком-нибудь следующем дальше когда будем снимать мастер-класс или покажу такой вариант этот высох этот панаре одни вариант получился перекрываем из-за камней нужно финиш стянуть хорошо чтоб работа выглядела прилично нигде подтеков не оставляем вот готовый результат вот из этой же оперы из этой же серии только в зеленом цвете камни фольга серебряная и вот наш последний с тремя камушками голубые в золоте следующий наш мастер-класс будет посвящен растяжке то есть плавному переходу из цвета в цвет градиент как сейчас называют такой вид дизайна с помощью фэри гелей как можно фэри гелями сделать подобное так вот 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 вот